Сегодня в райадминистрации прошло первое в этом году совещание актива района с участием глав сельских поселений, руководителя хозяйств, структурных подразделений, организаций и учреждений. Присутствующих поприветствовал глава администрации муниципального образования в Северсовском районе Джамбулат Салау. Он предоставил слово председателю комитета по ветеринарии Бахмураду Курчаеву и депутату Народного собрания Республики Дагестан Амусея Исрагимова. Присутствовал мне главам поселений, имейте в виду, вот в этом году был натуральный дипломатит, в истории СССР Российской Федерации этой болезни не было, как на рогатую скота. Принятыми оперативными мерами, тут и департамент России приехал, и в Министерство России, мы очень большие мероприятия благодаря нашему опытному врачу ветеринарному, этот локализователь. И еще обращаюсь к главам поселений, имейте в виду, вакцина у нас достаточно, медикаментов достаточно. Мы один из лучших субсубъектов, которые смогли пробить, и у нас теперь в хранилище в Махачкале достаточно вакцины и медикаментов есть. Ни одна вакцина, ни один врач не должен продавать, не дай бог мы об этом узнаем. Вакцина идет бесплатно, но за оказываемые услуги, там есть у нас утвержденные услуги, их 7 услуг, это вы можете сами, но лекарства, медикаменты, все, что исходит, мы должны поставлять, ни один рубль никто не должен за это платить. Я это хочу здесь открыто заявить. Я слышал, несколько случаев в республике было, хотя мы пресекли, вот собственники крупно-рогатого, мелко-рогатого скота, довольно большой, у нас крупное управление, около 105 человек в районе. Это один из крупнейших районов и самое крупное управление. По родному деятельности я профессиональный ветеринарный врач, никогда эту службу не покидал на сегодняшний день, хотя некоторые случаи, какой-то неудобной ситуации, люди замечают эту службу. Потому что животное, с которым мы все практически связаны, у нас район сельскохозяйственный, ущерб, который наносится при вспышке заболевания, мы замечаем и чувствуем эту службу. Служба ветеринарная всегда на чеку, была, будет, и мы стараемся с каждым днем эту службу как-то перспективнее, на будущее улучшать. Поэтому к вам большая просьба, вы почти все руководители этого района, вы тоже связаны с людьми, просьба большая оказывать посильную помощь при обращении к вам ветеринарных врачей. Есть методы, которые, конечно, по закону могут вас и заставить, но это не метод. Метод мы есть и совместно будем охранять благополучие нашего населения, благополучие продовольственной программой. Это будет уже результат руководителя у нас в районе прекрасный, вы все знаете, я всем вам желаю всего наилучшего. Спасибо, господин Микридж. Год начался, сегодня первое у нас совещание актива района в этом году. Непростое будет сегодня тоже совещание, потому что цифры, потенциал тоже огромный. И руководители республики, которые на несколько лет янули, они поставили задачу в этом году все это завершить. Будем на это доверить, будем в этом направлении идти. Завершим, имейте в виду, вот в последующие годы у нас пойдет такой шадящий режим. Имейте в виду, то что мы даже в прошлом году, видите же, как мы в логов nuestra поработали, какие им показатели дали. И позапрошем тоже работала, эта работа началась по актуализации. А в этом году нам ставят задачу республики, чтобы полностью завершить все направления, там несколько направлений. Поэтому будет очень тяжело, это я говорю, во-первых, главному поселению, будет тяжело, будем работать, будем помогать, будем наказывать. Как обычно мы работаем, имейте в виду, что от нас нужно будет помощь, как всегда есть и поддержка, так же будем требовать. Так что никаких, имейте в виду, вот нашим друзьям, коллегам, всем говорю, никаких личных отношений, все, что есть критика, взыскание, санкции или там все доброе, это чисто по работе. Поэтому с нас так требует, я с вас так требую, сразу говорю, чтобы такое же понимание, как у нас есть, чтобы оно больше укреплялось и наши отношения еще более лучшими они были, более крепче были. Главное, вот мы должны друг другу доказывать качество работы, я думаю, и нашими цифрами. Поэтому почему в этом же возле сольки нам поставили задачу, в 16-м году это все завершить. Конечно, и двойные будут сейчас у нас задачи, планы. Как работали, так и будем работать, будем еще более, мы уже пару лет этим занимаемся, уже профессионалами ставили. Вот в этом направлении, первое время тоже мы думали по многим направлениям, что мы, конечно, не справимся с этим, было тяжело, но мы же нашли дорогу, нашли понимание. Уже сами, вот, глава последняя, многие стали как специалисты, кто вот к своей работе, к своим на силу, к своим обязанностям относится, да, вот там, к совести, они молодцы все. У нас почти 90-90% так, а вот более-менее, потому что мы сейчас избрались молодым, просто хочу, чтобы они у наших, как говорится, старослужащих, чтобы они опыта набирались, работали, привыкали к этой работе. Мы, в любом случае, там, глава должны опираться на своих, там, правдилами, заместителей, потому что огромная работа на них держится, и они там у нас молодцы все, они там действительно профессионалы своей работы, потому что надо иметь опыта, собирать, советоваться надо. Ну, вот такая работа. Сегодня первый актив. Ну, всем желаю в этом году доброй, плановой работы, успехов всем желаю. Затем в совещание ввел первый замглавы администрации Загир Баташев. На повестке дня предстояло обсуждение трех вопросов. О работе муниципального отдела архива по соблюдению норм своевременной архивации документов в муниципальном образовании Хасовертовский район. О работе административной комиссии администрации муниципального района за 2015 год. О ходе выполнения плана по актуализации земельных участков, оформления государственной кадастровой недвижимости, введения по хозяйственному учету в поселениях муниципальных образований в электронном виде по программе «Парус». Подробнее смотрите завтра в вечернем блоке новостей.